Эти люди не только прошли Великую Отечественную войну, но и многие годы отдали тяжелому труду на угледобывающих предприятиях. Накануне празднования Дня Победы руководителя шахт компании «Сой Кузбасс» чествовали ветеранов войны и тружеников тыла. Первые торжественные мероприятия стартовали у памятника почетному шахтеру Российской Федерации, герою соцтруда Дмитрию Придатченко на шахте имени 7 ноября. Ветеран «семерки» Александр Терентьевич Дрынь в первые годы войны, тогда ему было только 17, работал конагоном. В 44-м ушел добровольцем на фронт. Каждое 9 мая ветеран встречает на центральной площади. А вот где встретил 9 мая 45-го, не помнит. Я не помню, где я был, потому что нас перебрасывали с места на место, я не был на месте. Тогда, видите, телевидение, общения такого не было, как сейчас, это в то время. Я помню, что где-то нам сказали, в деревне где-то, что война окончилась. Ну, слава богу, думаю, мы хоть прибьемся к какому-то концу тогда. Так что у меня в дороге все время было. Петр Петрович Киреев, ветеран комсомолки, хорошо помнит свой первый день победы. В 20 с небольшим он служил летчиком, Ильяна рвался в бой с коварным и сильным врагом. Сегодня о событиях тех лет ветеран рассказывает не только своим внукам, но и потомкам тех, кто с той войны не вернулся. Мы не поверили, что война закончилась. Это было 8 мая. Мы шли как раз, где жили там, на территории Германии, война шла. Шли на аэродром, готовят самолеты, вылеты. Бегут зенитчики, они охраняли аэродром от немецких самолетов. Бегут с автоматами и в воздух стреляют. Мы ничего не думали, ну, нападение на аэродром. Ближе подбежали, давай, брататься, война закончилась. Понимаете, это было 8 мая. Так мы подбежали к самолетам, были заряжены пулеметы в самолетах. И все-все было выстрелено, понимаете, от радости. Для каждого война имеет свое лицо. Для одних она жестокий бой на фронте, для других – тяготы и скорбь в тылу. Более непонимание. Вот лицо войны, которое через всю жизнь принесли дети тех лет. Когда объявили о победе русских солдат, Валерию Пинскеру не было и 7 лет. Нам родители дали по рублю и позволили сходить на рынок семечек купить. Вот так вот отмечали. На улицах этой деревни там много госпиталей было и части кругом стояли. Это в Тамбовской области. Там было много этих солдат. Они на улице развели костры. И, ну, и настоящее гуляние началось. Вот так я запомнил День Победы. Хотя понятия еще особого не имело. Такие встречи на шахтах компании – добрая давняя традиция. Помнить о ветеранах и поддерживать их дело чести. В честь Дня Победы труженикам тыла руководство компании вручило по 2, а участникам войны по 3 тысячи рублей. И всем без исключения продуктовые наборы. Но главным подарком, без сомнения, стала сама встреча. Здесь ветераны смогли встретиться со старыми друзьями, вдоволь наговориться и еще раз услышать свой адрес слова благодарности, которых, как известно, много не бывает.